Пришел в какую-то деревню, стою в центре деревни и на старых картах нарисованы были прямоугольники. Я думал участки какие-то были, то есть люди раньше жили. А сейчас вот смотрю, это просто овраги, здесь не могли жить люди. А что было нарисовано прямоугольниками, вот не знаю. Ну раз пришел, тем не менее, думаю, похожу здесь, может туда пойду, там более ровный участок, наверное, будет. Вон там похожу. Здесь, может, с края сзади города похожу, вот с этим вот китайским металлоискателем. Т-90, это китайская терка, 705. Разница только в корпусе, полностью влагозащищенном, 3 метра погружения в воду. Ну и штанг от Деуса типа китайцы скопировали. Ну, ссылка на распаковку этой металлоискателем будет в описании. А так, пожелайте мне удачу, найти хотя бы одну медную монету. Хотя в этой деревне, только не здесь, а где-то там с краевым при въезде. Нашел я уже один десяток серебряных монет, представляете? И одну медную монету. Вот очень странно. Обычно находишь там 10, 30, 50, 100 медных монет и пару серебряных. А тут наоборот получилось. Одну медную я нашел, а серебряные много. Я делаю такой вывод, что здесь, наверное, уже лет 10 назад кто-то походил, потому что я копаных ям еще не видел, и собрал вот эти медные монеты. Так как их определить гораздо легче, их спутать сложно. А вот серебряные монеты гораздо сложнее определить. Они бьют как пробки, как советские монеты. А медные они, их можно спутать только, я не знаю, алюминиевая тропка с куском дюрали. Ну, и они еще большие. А вот медные монеты, ой, серебряные монеты, они маленькие. Сейчас в кадр ставлю, разница, чтобы вы понимали, насколько маленькая она серебряная монета. Поэтому, скорее всего, кто-то раньше, каким-то старым металлоискателем, там, ну, не знаю, аська 250-й, пробежался вокруг этой деревни и собрал все медные монеты. А здесь у нас катушка высокочастотная. Это, во-первых, то есть она более чуйкая к мелочам, в отличие от аськи 250-й. Ну, и, конечно, шумно, когда траву задеваешь, и бывают лыжники, это плохо. Но здесь корову паслись, поэтому более-менее ровные места есть. В траву я залазить не буду. С их 850-м хотел прийти, но у меня там кнопки перестали работать, представляете? В данном случае у нас медные монеты будут звучать от 38 до 46, чем больше монет, чем больше VDI. А советской копейкой звучать будет 8-10. Ну что, вперед. Есть первый медный сигнал. Ну, VDI какой-то высокий, наверное, большая медная монета. Либо будет какая-то крышка от банки. Потому что VDI должен быть чуть пониже для нормальной медной монеты. А так я вот здесь же пока встаю. Недалеко-то я продвинулся пока. Ах, ветер портит, да? О, смотрите. Выкопал с первой попытки. А главное, VDI не поменялся у нас. Э, промахнулся что ли? Или сюда где-то выпало? Ну-ка. А то я еще в этой маклажке нету тихо. Нет. Я просто когда копал, ребята, промахнулся, прикиньте. Нет, вообще тихо, вообще тихо. Как можно было промахнуться? А потому что катушка большая. Такой катушкой хер прицельщик, как говорится. Вот здесь надо было копать. А я уже вижу какая-то хрень. По-моему, магнитошкафчик, ребята. Прикиньте. Позвучало по-монетному. А, нет. А что это такое? Кто это такое? Это вообще не интересно. Блин, прям мясо типа. Если вы знаете, напишите. Что-то запчать какой-то от автомобиля, я думаю. Есть первая пробка. VDI 28. Экран немножко отсечивает. Кстати, вон там вдаль увидел мельницу старую. Подумал я. Но присмотрелся просто в какое-то гнилое дерево. Вот такую штучку нашел. Не знаю, что это такое, но нахожу такое не первый раз. Похоже вообще-то на шляпу. Если вы знаете, напишите, где она могла использоваться. Вот реально не первый раз такое уже нахожу. VDI 32. А вот, собственно, и мельница так называемая. На мой взгляд, я хожу не на правильном месте. Зря повелся на эти прямоугольники на старой карте. Не знаю. Ну, похожу еще немножко и, наверное, лучше возвращаться обратно. Плавить тут, мне кажется, нечего. Тут есть мощный сигнал на 48. Но это не монета, потому что, во-первых, сигнал такой вот длинный. И, во-вторых, я поднимаюсь. Смотрите, как высоко. Он его все равно видит. Это, я не знаю, больше полуметра. Изблизи перегруз был где. Во. Ну, не знаю. Я думаю, что это будет трак. Потому что траки на ТХ-850 пищали как медные монеты. Просто сигнал был у них мощный. Ну-ка. Если перегруз надо было... Ну, нужно... Ну, должно было сразу попасть под лопату. А что? Нету. Нету чего-то. Это не металл. Какая-то шняка, походу. Перегруз-то почему так дорогой? Ну, перегруз-то не означает... Объект большой. Это означает, что он близко к катушке. А ничего тут и нету. Что за прикол? А, во-во-во, есть что-то. Вот оно. А, и все. И всего-то. Чашка алюминиевая. Ну да, алюминий же тоже у нас как медные монеты пищит. Так же я забыл про это. Ну, ладно. Жалко-вжалко. Конденсатор. Электролитический. Советских времен. ВДАй-34. Вот здесь вот сзади огорода похожу. Ну, мусорный очень, да. А пришел я оттуда. Вон она, мельница, типа, да. Пока ничего интересного, ребят, не нашел. Почему-то попадаются запчасти какие-то. Либо от электроники, либо от автомобиля. Аккумуляторные вот эти соты ножи. Странный. Какой здесь автомобиль. Кажется, я начинаю понимать, что за прямоугольники были нарисованы. Вот смотрите, видите, здание там есть. Вот от этого здания и до этого огорода это участок чей-то. И вот от этого огорода, вот до этого огорода тоже, походу, чей-то участок когда-то был. Но сейчас он заброшен, как, собственно, и это соседний. Потому что, видите, какая трава высокая. Поэтому, наверное, это действительно были участки. И раньше здесь жили люди. Возможно, но точно не знаю. Потому что там внизу тоже были непроугольники нарисованы. Но там овраги, там не мог быть никак участок. Поэтому не знаю, стоит ли здесь ходить. Но пока очень мусорно, ребят. А, здесь какой-то сигнал был. Сейчас проверим. А, буй, я хотел же вам показать. Гриб. Это у нас подберезовик. Представляете? Подберезовик. Ну, а здесь березовик, потому что, конечно... А, нет, здесь осина. Это подосиновик. Ты чуть не упал. Ты что? Это подосиновик. Это вот-вот. Осина. Подосиновик. А подберезовик он более такой красивый и прикольный. Ну, он очень похож на этот. Ну, ладно. Сейчас сигнал покажу, какой. Я думаю, будет мусор какой-то. Кстати, у металлоискателей с должники на 48. Мы можем 48, в принципе, отключить, конечно. Но тогда мы теряем большие медные монеты. Когда касаешься, вот... Издает... Ну, сейчас не издает. Ну, ладно. Вот такой VDI. Дурацкий VDI, на самом деле. Он до этого был получше. Похоже на копейку советскую. Но это не точно. Скорее всего, какой-то мусор. Потому что в этом сегменте очень много мусора. И проволоки, и пробки. Самое простое, это копать медные монеты. И то нам сегодня попалась какая-то запчасть вместо медной монеты. И алюминиевая... А, это проволока была. И алюминиевая кастрюля какая-то. А это у нас проволока. Это у нас уже другой сектор, не медный. А кастрюля, чашка алюминиевая, попадает в медный сектор почему-то. Поэтому сейчас не знаю, что тут здесь ходить. Вот такой вот пробку нашел. И VDI у него, смотрите, какой. 36. А, было 38. Что такое? Блин, сейчас 36. А до этого было 38, когда я копал. А, ну, может так надо перерлинуть? Во, 38. Как маленькая медная монета звучала. Ну, а так, что, ребята, здесь много мусора. Я предлагаю отсюда выйти. Потому что с этим металлискателем я мало чего понимаю. С CX-850 еще ладно. Он так не фонит, когда задеваешь ветки. Тут ложники меня немножко парят. Да и я думаю, здесь не люди жили. Потому что слишком маленькие участки. Просто какие-то нарисованные прямоугольники. К тому же на старых картах, где жили люди, там домик еще рисуют. Черный прямоугольник. А здесь нет ничего. Просто какой-то чистый маленький прямоугольник. Сперверанным. Поэтому я там более похожу, более в чистом месте. Пока металлискатель полностью не изучил. Для меня пока сложновато сориентироваться. И звук другой, и показания VDI другие тут. Опа, пока оттуда выходил. Гильзу такую нашел. VDI. 20-ка, если вертикально. А, вертикально хриплый какой-то звук. Как алюминиевая пролка, короче. 22-ка это алюминиевая пролка обычно. Но вот 20-ка. Вообще, когда я копал, 18-ка вроде было. Я думал, медная. Ужу медная. Советская монета будет, но нет. Вот я копал такую штуку. Первая монета вот на такой вот глубине. Вот прямо здесь лежала. Вон она туда выпала. Это советские. 3 копейки, наверное. А, она еще и неровная, кривая. Ну, хотя бы одна монета уже есть. 48-го года. О, сохран с этой стороны хороший. А VDI практически как алюминиевая пролка. 24. Кстати, серебряная монета 5 копеек. Тоже пищи 24. 50 копеек ходячка. VDI 20. На 3 к 850 60 или 66, не двух видов обоя. Здесь, смотрите, обратил внимание на калитку такую. Тропинка, смотрите, какая. Вот топтная. Вон, какая-то движуха есть была раньше. Ну, наверное, кругов в поле выходили пастись. И как-то, посмотрел, там все будут встречаться. Ну, в советское время, может быть, тут куча людей ходила. Поэтому походить имеет смысл по этой тропинке. Советских монет пособирать. Ну, будут ли медные? Может, медные тоже будут. Ульца-то, наверное, старая. Смотрите, какой прикол с калиткой. Заряка мне казалось, что у него забор есть. Оказывается, это просто калитка без забора. Можно, то есть, вот так с кровью пройти, если хочешь. А можно открыть калитку и через калитку пройти. Как вам такой прикол? А? Оригинальный же придумал. Какая-то жильяка. Какая-то толстая лежит, смотрите. Похоже вообще на головку какую-то, от чего-то. Ну, на самом деле, что будет? Ух ты, как она вросла. Опа. И далее внутри прям корни его держит. Что это у нас такое? О! А, они тяжелые. Я думал, тяжелые. Оказывается, она просто вон зацепилась. Хотя нет, тяжелые. Чуть-чуть такое. Блин, надо брать, жалко вставлять. Спустился я оттуда. Тут такая вот речка течет, смотрите. А здесь деревца, калина растет, смотрите какая красавица на зиму, наверное, надо будет собрать жалко, ведра нету они уже есть так быстро разбегал, представляете так, 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 вот так вот берем а где ведро? а, вон оно так, пожалуй, думаю, хватит получилось два ведра сходил еще за вторым, представляете пока за ним ходил, еще одно дерево нашел это я без ножниц, а это я с ножницами нарезал ощущение, знаете, как будто здесь кто-то клопа раздавил воняет прям я, что ли? начал моросить дождь, я возвращаюсь к машине смотрите, как намок металлискатель и даже стричпленку обтягивать не надо в отличие от X850 потому что влагозащита можно нырять до трех метров ну, я бы не рискнул, конечно я бы даже не рискнул на кнопки нажимать во время дождя мало ли морда тут тонет от капли дождей так, единственная надежда пока я буду к машине возвращаться вот здесь овраг есть между двумя улицами у деревни вот одна улица там другая там и вот так вот раньше, может быть, люди ходили и единственная надежда на то, что там внизу что-нибудь найду а так на этом все, ребята тут какие-то заброшенные постройки там вон еще одна есть, смотрите ну, это, наверное, связано с фермой вряд ли здесь жили люди но вон там наверху живут люди кстати, здесь, смотрите, есть такая вот канава куда люди набросали мусора всякого я отсюда, я вижу, смотрите, вот ведра при том, в нормальном так состоянии внизу даже есть какая-то бочка вон там вот наверху тазик, смотрите при том, как новый все это, да здесь вообще лежал бензобак кстати, здесь, когда тает снег, видать вода идет рекой поэтому, видите, здесь такой перехватчик сделали перехватчик ограничить ну, чтобы весь мусор собирался, видать или раньше это текло сейчас ничего-то не знаю иначе смыл бы, наверное, весь мусор вон, кстати, бензобак от мотоцикла в принципе, здесь можно пособирать металлом кстати, вот эти ведра хороши тем, что у них можно мелочь какую-то набросать когда металлом сдавать едешь вот пальцы, например, от рака если напихать в это ведро лезет порядка 45-50 килограмм представляете то есть даже ручка от ведра может не выдержать только такой вес это все в одно ведро очень удобно удобно пластинки всякие напихать от транспортера которые по 200 грамм и потом металлом когда заверешь вываливаешь их и все а ведро обратно забираешь, конечно же потому что еще пригодится ну вот, я говорил вот здесь вот думаю, сейчас походить может быть, что-то найду кстати, недостаток этого металлоискателя в том, что тут нет разъема для наушников то есть я не могу сейчас подключить наушники проводные и вот здесь вот по-тихому ходить вот там человек работает да, вот здесь дорога люди ездят поэтому будет слышно если громкость понизит то ты и не будешь слышать поэтому это огромный недостаток ну, есть вот, видите кнопка Bluetooth при желании можно подключить такие вот наушники ну, в принципе, любые можно подключить в комплекте большие какие-то лопухи мне кажется, они неудобные но независимо от того какие наушники вы подключите все равно будет задержка сигнала поэтому искать монеты это не вариант при первом подключении наушник нужно подтверждение нужно нажать на кнопку включения замигает индикатор и нужно включить наушники и тоже один раз тыкнуть для подтверждения а вот последующие разы уже при включении кнопкой на металлосыкатель и на включение наушников то подключается уже автоматически поэтому, наверное, я лучше сюда вернусь уже с CX850 там мне и показания VDI понятны здесь я вообще мало что понимаю а копать все подряд здесь не хочется поэтому как-нибудь здесь пройдемся по-тихому но это в следующий раз пинкпойнтер, кстати, тоже имеет режим переключения на бесшумный то есть только вибро есть виброзвук а есть просто вибро это у нас модель TC110 тысяча рублей очень заманчивая цена правда, иногда она у меня подглючивает опять же из-за влажности ну я уж показывал это все ладно, на этом предлагаю закончить коп неудачно он получился вон там тоже люди тут, смотрите здесь кругом люди вот машины здесь ездят поэтому наушники вообще, знаете наушники очень нужны при поиске монет мне вообще непривычно было сюда не ходить без наушников зато удобно видео снимать вы слышите а когда я в наушниках, вы не слышите ладно, ребят на этом все, всем пока спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok